Как действовать при пожаре и предотвратить чрезвычайную ситуацию? Это обязаны знать не только спасатели или пожарные, но и сотрудники предприятий, деятельность которых не связана с опасностью. Для этого в Химках регулярно проводят обучение для должностных лиц по вопросам гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях. Мы находимся в центре гражданской обороны МБУ Химспас. Здесь руководители предприятий и лиц, отвечающих за безопасность, обучают основам гражданской обороны. Подтверждать свою квалификацию они обязаны каждые пять лет. Здесь можно научиться не только, как правильно оказывать первую медицинскую помощь, но и тому, как сделать работу безопасной. Здесь дают не только теоретическую и правовую базу, но и показывают на практике. Светлана Слезина трудится специалистом по охране труда в мебельном магазине, где штат порядка 500 человек. Работа не самая опасная, но произойти может всякое. Я не сталкиваюсь с различными ситуациями, но как специалист по охране труда, конечно, я должна знать, как реагировать, особенно, например, как оказать первую помощь, если с кем-то из сотрудников случилась какая-то неприятная ситуация, там он получил травму или что-либо. Конечно, естественно. То есть это очень важно, и тем более по моей специальности. Важно уметь действовать не только при наступлении бедствия, но и сделать все, чтобы чрезвычайной ситуации не произошло. В связи с участившимися пожарами в торговых комплексах, опять же, с массовой гибелью людей, вот это необходимо уделять. Ну и я как профессиональный пожарный закончил две академии, поэтому ратую за то, что проходят люди обучение и занимаются пожарной безопасностью. Ученики слушают курс лекций, после проходят тестирование и получают сертификат о прохождении обучения. Мы обучаем, начиная с теоретических вопросов изучения нормативно-правовой базы, заканчивая практическими вопросами непосредственно те действия, которые должны по месту своей работы, в зависимости от должности, осуществлять обучаемые с учетом той категории, которая к нам приходит. Согласно федеральному законодательству, руководители муниципальных образований обязаны пройти обучение в учебно-курсовом пункте, а затем провести занятия для своих сотрудников.